Венесуэлла Ну, во всем случае, если номер один, то одно из важнейших стран в западном полушарии и одно из очень важных, одно из стран, которые принимают решения на международной арене. Я говорю это не только потому, что Венесуэла обладает сейчас, на сегодня считается, что она обладает самыми большими разведанными запасами нефти. Я говорю это еще и потому, что в своих политических жестах, в своих политических шагах Венесуэла как бы немножко опережала свое время и опережала мир. Во всяком случае, интеграционные процессы, начатые Венесуэлой в Латинской Америке, в западном полушарии, они несколько опережают те процессы, которые начинаем сейчас мы на евразийском пространстве. То есть, это процессы объединения дружественных стран для совместного развития. Вот это очень важно. А что вы имеете в виду под интеграцией? С кем интегрирована сегодня Венесуэлла? В Венесуэлла была идея. Вообще, надо сказать, что Чавес как политик очень интересен. И он интересен прежде всего не своей экстравагантностью, хотя и она была. Это не популизм вообще-то на самом деле, это были его политические декларации. Очень интересно было сделано все. Впервые, может быть, за всю историю Латинской Америки, это была бескровная революция. Это революция, которая практически обошлась без жертв. Без влияния армии, без штурма казарм, без концентрационных лагерей и так далее. То есть, была смена режима мирная и для Латинской Америки страшно и типичная. И это Чавес. Потому что настолько он был харизматичен, настолько он был любим, настолько он был популярен, что ему не понадобилось прибегать к военной силе. И к силе вообще, для того, чтобы взять власть, он взял ее конституционным путем. Я говорю о его экстравагантности. В 2006 году, если я не ошибаюсь, на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, выйдя вслед за Джорджем Бушем-младшим на трибуну, он сказал, здесь пахнет дьяволом, здесь пахнет серой. Ну, естественно, это вызвало и смех в зале, и потом эта фраза разошлась, ее долго помнят, ее помнят до сих пор. Но, еще раз говорю, это не экстравагантность политическая, это политическая декларация. На самом деле, Чавес назвал Джорджа Буша так, как о нем думают очень многие народы и очень многие государства. Ну, начиная с государств Ближнего Востока и кончая государствами Латинской Америки. Это была политическая декларация, и одной из его черт политик, очень интересных черт, была черта воплощения мечты. Многие политики, многие государственные деятельности, чего уж скрывать, они многое обещают, они говорят о многих воздушных замках, потом на деле оказывается все это мыльным пузырем. Во всяком случае, многое или большинство из того, что они обещают, о чем они говорят, никогда не сбывается. Чавес был очень реальным политиком, и он начинал реализовывать мечту. У Симона Бальвивара, освободителя Южной Америки от испанского ига, была мечта создать Соединенные Штаты Латинской Америки, создать мощное государство, способное противостоять диктату международному и способное обеспечивать свое развитие. А у Симона Бальвивара не получилось. Мечта развалилась, как мы знаем, на много-много стран, 30 с лишним стран сейчас Латинской Америки. Уго Чавес стал реализовывать эту мечту, и он создал объединение, политико-экономическое объединение, которое называется АЛБА, альянс, Боливарианский альянс, который состоит из Венесуэлы, Эквадоры, Боливии, Кубы, Никарагуа, нескольких островов, островных государств Карибского бассейна. Это как бы для начала. Но с этим объединением уже активно сотрудничают такие гиганты континента, как Аргентина, как Бразилия, можно сказать, что частично Мексика. То есть экономическая интеграция идет гораздо быстрее, гораздо мощнее развивается, чем интеграция политическая. В общем, это и правильно, потому что экономические шаги диктуют политическую роль, и наоборот. То есть странам, имеющим примерно одинаковый уровень развития, легче, выгоднее, комфортнее сотрудничать и развиваться с себе подобными, чем, скажем, с такими гигантами, как Соединенные Штаты Америки? Ну, я думаю, что да. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, здесь не только приблизительно одинаковый уровень развития, но не скажешь, что, скажем, Никарагуа и Бразилия, или Никарагуа и Венесуэла, они стоят на каком-то одном уровне. Нет, безусловно, Венесуэла гораздо развитее и в экономическом, гораздо мощнее в экономическом плане, чем Никарагуа. Но это те государства, которым нечего делить. Это те государства, на политической волях которых устремлена на одни и те же цели. На цели объединения ради прогресса. Это объединение ради прогресса когда-то было американским лозунгом. Это был лозунг американской политики. Объединение ради прогресса. Но Соединенные Штаты предлагали объединение с собой. Вот это как раз объединение с Соединенными Штатами и не устраивает ноги латиноамериканские страны в силу того, что они понимают. Это экономический диктат, прежде всего. Это, если не грабеж, то во всяком случае издирание шкур, как это происходит сейчас со многими странами. Я приехал в Мексику в середине первого десятилетия 2000-х, в 2007 году, я был поражен тем, что мексиканские крестьяне, которые раньше кормили не только себя, но раньше экспортировали свою продукцию через северную границу в Соединенные Штаты, и американские фермеры по этому поводу устраивали страшную бучу, потому что мексиканские товары были дешевле и лучше качеством, то вот сейчас мексиканские фермеры вынуждены покупать маис в Соединенных Штатах. То есть в Соединенных Штатах выгоднее иметь рынок, чем товаропроизводители и конкуренты? Договоры об общем рынке, ведь это одно из, то, о чем я рассказываю, одно из следствий НАФТА, североамериканского общего рынка. Канада, США, Мексика. Вот этот общий рынок, который отменил экономические границы, он устроил вот такую вот штуку с мексиканскими фермерами, потому что американские фермеры на дотациях, причем на серьезных дотациях, они могут себе позволить демпинг. А мексиканский фермер не выдерживает этой конкуренции и не выдержал этой конкуренции, и теперь Мексика закупает маис в Соединенных Штатах. Чавес попытался идти другим путем, путем Боливара. И это, видимо, Михаил Ильич, видимо это его вклад в нашу концепцию, развивающуюся концепцию многополюсного мира. И это уже хорошо, что мир разный и мир пробует разные пути развития. Ну скажите, вот что будет с этой прекрасной идеей, затеей Боливара, продолженной Чавесом после его ухода? Ну вы знаете, конечно, вот эта идея реализации мечты Симона Боливара, она, конечно, держалась на Чавесе. Вообще, надо сказать, к сожалению, а может быть и к счастью, многое и в политике, и в экономике было завязано на одну личность, на личность Чавеса. Сейчас его нет, и можно предсказать определенные трудности, они должны быть, они возникнут. Это и на международной арене, я имею в виду будущее вот этого Боливарианского альянса, вот сейчас оно пока представляется достаточно смутным. Среди латиноамериканских лидеров есть кто-то, кто может сейчас занять это место в интеграционном проекте? Нет, сейчас не вижу такого лидера, безусловно, такого безусловного лидера, каковым был Чавес, который был признан всеми. И теми, кто к нему относился с прохладцей, и теми, кто его любил, он был признан лидером, причем практически безоговорочным. Ну, вот такого, такого лидера сейчас в Латинской Америке, к сожалению, нет, поэтому... То есть, либо Венесуэла, либо этого проекта не будет? Дело не в Венесуэле, дело в Чавесе. Чавес был латиноамериканцем, в данном случае он был не венесуэльцем, хотя он всегда говорил, что я венесуэльц, я венесуэльский индейец. Но он в данном случае был не венесуэльцем, он был латиноамериканцем. И вот это его качество устраивало всех. Это устраивало Бразилию, это устраивало Аргентину, это устраивало, безусловно, Боливию и Эквадор. То есть, вот сейчас, когда его не стало, это позволяет судить о том, что... Вообще, говорят, большое видится на расстоянии, правда? Вот сейчас можно говорить, что вместе с Чавесом ушла определенная политическая эпоха. Эта эпоха была эпохой бурного развития, политического развития, политической интеграции Латинской Америки. А вот сейчас, мне кажется, будет трудно, будет трудно обойтись без этой фигуры. Но мы знаем, что история всегда подсовывает личность тогда, когда ей это нужно. Будем ждать. Если вспомнить Сэмюля Хамтинг, то он был представителем, очевидно, вот этой самой латиноамериканской цивилизации. Его так воспринимали? Ну, его воспринимали даже не как представители латиноамериканской цивилизации, а его он воспринимался как лидер латиноамериканской идеологии. Это очень своеобразная идеология. Вот давайте поподробнее. Ну, хорошо, давайте. Если попробовать сформулировать некоторые тезисы, что является идеологией Чавеса? Кроме интеграционного проекта, которым он занимался. Сейчас очень много, у нас уже даже в русском языке, очень часто и очень много употребляется термин чавизма. Чавизм. А сначала, в начале 2000-х годов этот термин появился в политическом словаре. Он вообще-то использовался просто как некая экстравагантность. Но постепенно вот именно Чавесу удалось насытить его очень серьезным идеологическим содержанием. И сейчас это уже идеология. И вопрос сейчас стоит так. Будет ли дальше развиваться чавизм? Или вместе с Чавесом чавизм как идеология, как некое движение вперед застопорится, затормозится и постепенно отомрет? Что такое чавизм? Я не смогу сейчас четко, теоретически определить, так как это сделал Владимир Ильич Ленин с марксизмом. Три источника, три составных части чавизма я вам не назову. Но чавизм это прежде всего, вот это вот булеврианская мечта, это прежде всего интеграционные проекты Латинской Америки. Это вообще интеграционные проекты, потому что Чавес говорил о том, что надо подтягивать в интеграцию не только латиноамериканские государства, не только Соединенные Штаты Латинской Америки создавать, но и создавать еще сюда подтягивать государства Азии, государства Африки, государства Юго-Восточной Азии. То есть, вот это была его идея, она была более глобальной, чем просто Латинская Америка. Это чавизм. Это прежде всего, как вторая его что ли часть, это булеврианский социализм. Это очень странная штука. Болеврианский социализм это некий такой странный симбиоз, ну прежде всего, главных постулатов христианства, католицизма. Которые смешаны с скандинавскими буржуазными, такими буржуазно-социалистическими моделями. Плюс сюда еще добавлена такая индейская космогония. Вот весь этот замес и называется булеврианским социализмом. Чавиз видел тупиковость того социализма, который развивался в Советском Союзе. Он говорил об этом, кстати сказать. Он говорил о том, что социализма в Советском Союзе не было. Потому что, особенно после того, как к власти пришел Сталин, социализм был извращен. И это был тупиковый путь. Он не хотел идти, хотя ему предлагали путь социалистический, избранный Кубой. Он и его отверг. Вот этот вот булеврианский социализм, социализм такого очень латиноамериканского содержания, социализм, который очень хорошо понятен в Латинской Америке. Вот это второе содержание чавизма. Мне почему-то кажется, не знаю, когда будет написан учебник булеврианского социализма, теории, мне было бы интересно перевести его на суахили и дать почитать где-нибудь в Восточной Африке. Я думаю, что он и там будет очень понятен. Потому что он содержит вещи-то понятные. Главная цель булеврианского социализма – это искоренение бедности и нищеты. Вот если свести это все к таким простым понятиям. И вот такого рода тезисы, они, безусловно, в Латинской Америке понятны всем. Это не похоже на НЭП, которым мы занимались в 20-е годы, нет? Это не создание среднего класса и опора на, скажем, самостоятельных тружеников? Нет, я думаю, что не эта цель. Цель – НЭП не предполагал развитие. Болеврианский социализм обязательно предполагает развитие личности и развитие общества. Обязательно содержится ликвидация неграмотности как элемент этого социализма. Содержится не случайно Чавес, как вы знаете, отменил экзамены в ВУЗы. То есть любой человек может поступить в ВУЗ и начать там учебу. Он отменил платные образования вообще, он вел бесплатные образования на всех уровнях. Он вел стипендии для студентов наиболее талантливых, для того, чтобы они могли поехать учиться за границу. То есть вот этот социализм, он предполагает, в отличие от НЭП, он предполагает развитие личности. Он предполагает более высокий уровень общественного сознания. Вот это тоже серьезно, потому что НЭП это было просто обогащение, это действительно было такое создание буржуазии, буржуазной прослойки, которая могла бы выдержать экономический гнет в определенное время и в определенных обстоятельствах. Нет, это более серьезная вещь, безусловно. То есть в любом случае все равно усиление роли государства и усиление государственного управления в решении социальной проблематики? Ну, здесь сложно сказать, просто потому что много говорилось и Чавесом, в том числе много говорилось о развитии демократии, но боливарианской демократии, то есть всегда добавлялся вот этот термин «боливарианская», который предполагало некие различия от наших общих воззрений, от наших таких привычных, я бы сказал, не общих, привычных воззрений на демократию. Во всяком случае, боливарианская демократия, безусловно, должна отличаться от демократии западного образца. Но он говорил и о ней. То, что Чавес национализировал крупнейшие государственные отрасли, добывающие отрасли, то, что он изгнал, фактически изгнал иностранные крупные монополии из страны, говорит о том, что да, роль государства очень серьезная, он видел в экономике. Видел ли он столь же сильную государственную роль в распределении, не знаю, пока непонятно. Но то, что он сумел уничтожить, ну, нет, не уничтожить, это я оговорился, извините. То, что он сумел вдвое сократить бедность и больше, чем в три раза сократить нищету в Венесуэле, всего-то за неполных 14 лет мы забываем, это же всего-навсего 13 с небольшим лет, которые он был у власти. Вот за этот очень короткий срок он сумел это сделать. Значит, вот были у него свои воззрения на схемы распределения, тоже своеобразные схемы. Вот мне кажется, это было содержанием, основным содержанием политики Чавеса. Если вспомнить о его индейском происхождении, то невольно напрашивается вывод о том, что понятие категории свободы независимости для него, наверное, что-то значили. Вот как в парадигме Чавизма были представлены идеи свободы, идеи демократии? Ну, мы уже затронули вообще-то слегка этот вопрос. Как понималась им свобода? Не знаю. Не знаю, я не смогу ответить, потому что свобода такое понятие, которое каждый понимает по-своему. Многие это понимают как абсолютную вседозволенность, и мы знаем таких примеров очень много. Многие понимают свободу как возможность делать то, что тебе нужно делать, в ущерб всем остальным. Это тоже определенного рода свобода. Марксистский тезис, ленинский тезис свободы, свобода это осознанная необходимость. Да, он тоже имеет место быть. Как только я осознаю, что мне необходимо что-то делать, я делаю это свободно. Не знаю, как Чавес понимал свободу. Я могу сказать, что, к счастью, в Латинской Америке индейский вопрос стоит более мягко, более человечно, и, если хотите, куда как более демократично, чем он стоял и стоит до сих пор на севере континента, в Соединенных Штатах и отчасти в Канаде. Ну, в основном в Соединенных Штатах. Если в Соединенных Штатах индейцев откровенно истребляли, то в Латинской Америке с ними жили. Это было соседство, это была, если хотите, некая коммунальная квартира. Но это была квартира, в которой не сыпали в кастрюльку мышья друг к другу. Потому что все понимали, что жить можно только в каком-то согласии. И вот эта возможность, эта привычка к согласию, она очень хорошо сыграла в развитии вот этого своеобразной латиноамериканской демократии. Никто никогда в Латинской Америке, ну, в исключительных случаях, может обозвать человека индейской морды. Я вообще ни разу не слышал там. За многие годы, что я там прожил и проработал, я никогда не слышал ничего подобного. Никогда нет дискриминации по какому-то расовому признаку. Индейец Угу Чавес был допущен в армию. Не просто допущен в армию, он стал офицером. И не просто офицером, а совершенно элитных парашютно-десантных частей. Это, кстати, о многом очень говорит. Вы найдете индейские лица, вы найдете индейцев практически в любом офицерском корпусе любой латиноамериканской страны, где есть индейцы. Скажем, вот там в Аргентине индейцев вообще мало, в принципе. Поэтому они и не часто встретятся в армии, в офицерских погонах. Но встречаются и там. А в Венесуэле, в Боливии, в Колумбии очень много. Там нет вот этого бытового расизма, кстати сказать. И нет бытового презрения к индейцам, которые существуют теперь уже, к сожалению, у нас по отношению к некоторым национальностям. То есть можно предположить, что у него не было никаких этнических комплексов после того, как он стал лидером. А не только у него. В принципе, этнических комплексов ни у кого там быть не может. У венесуэльцев, у мексиканцев, у кого угодно. Ваше личное впечатление, он действительно был свободным и открытым до конца, как политик, как лидер? Вы знаете, мне пришлось видеть Угу Чавеса в официальной ситуации, в ситуациях в двух пресс-конференциях, на которой я присутствовал. Он открыт, он харизматичен, он очень умен. Это то, что видно сразу, что можно сказать. Таким он был. Был ли он открыт до конца? Думаю, что нет. Ни один политик до конца не открыт. Ни один политик не может себе позволить этой роскоши быть до конца честным, до конца открытым и до конца 100% правдивым человеком. Мы все это понимаем. И, конечно, Чавес, как политик, он не был таким, но он был открыт максимально возможному. И он был откровенен со своим народом максимально возможно в условиях политики, той политики, которую он вел, и в условиях того государства и тех обстоятельств, в которых он пребывал. Он очень, кстати сказать, любил общаться с народом, причем не картинно, не ради дешевой такой паблисити, а он просто общался с тем, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле. Он ходил в народ. И сейчас об этом многие венесуэльцы помнят и вспоминают. А как вам кажется, чем объясняется симпатия российских лидеров, белорусских лидеров лично к Чавесу и к Венесуэле? Можно ли здесь говорить о том, что эта симпатия зиждется не на общих противоречиях, которые мы имеем с великими державами, такими как Соединенные Штаты, Евросоюз и так далее, а на каких-то общих надеждах, на общем поиске вот этого нового пути развития? Мне кажется, вот второе утверждение более близко к истине, просто потому, что в политике, как мы знаем, нет друзей, а есть интересы. Эта фраза была сказана Черчиллем в свое время, но она остается верной до сих пор. Люди могут дружить сколько угодно. Мы помним дружбу нашего лидера с другом Биллом, с другом Гельмутом, но в общем-то она не особенно влияла на интересы, политические интересы Соединенных Штатов по отношению к России и Германии по отношению к России, несмотря на то, что эта дружба постоянно декларировалась. Поэтому мне кажется, что дружба между политическими лидерами и государственными деятелями, оно само по себе понятие относительное. Что касается наших общих интересов, безусловно, они совпадали. Безусловно, многополярность мира, невозможность диктата одной страны и всем остальным, учет интересов всех стран. Вот эти основные и главные постулаты, за которые мы боролись и продолжаем бороться на международной арене, они были очень дороги и Венесуэле. И Венесуэла, Чавес всегда за них выступал. И выступал достаточно громко. Что касается таких вот личных симпатий, которые он порождал, ну, это, во-первых, действительно необыкновенная харизма его личности. Во-вторых, мне кажется, что его просто уважали за смелость. Одно дело возражать и противостоять мощнейшему, самому мощному государству в мире, которое может, в принципе, объявить блокаду экономическую, политическую, любую другую, которая может закрыть въезд, закрыть выезд и так далее. То, что они проделывают постоянно. Да мы знаем и более серьезные, более радикальные вещи, которые они себе позволяли, в том числе бомбардировку европейских городов. Так вот, одно дело противостоять этому мощному государству, когда у тебя за спиной есть ядерное оружие, ракеты и мощные союзники, и ты находишься в достаточной степени далеко от этого мощного государства. И другое дело противостоять ему, когда ты находишься близко, потому что для, простите меня, современных ракет среднего радиуса действия Венесуэла находится в прямой досягаемости американского оружия. Вот противостоять в таких условиях, когда тебе могут объявить блокаду, противостоять тогда, когда ты отправляешь большую часть своей нефти в Соединенные Штаты, экспортируешь, когда этот экспорт могут прикрыть под каким-то предлогом, когда тебя могут удушить экономически, вот это противостояние заслуживает действительно серьезного уважения. Чавес шел на него. Он никогда не сдавал интересы Венесуэлы в угоду политической конъюнктуре. И это было в нем всегда заметно, вот этот прямой очень стержень. Насколько глубоко мы ввязались с нашими проектами в Венесуэлу, и что будет в случае, если там поменяется режим, если к власти придет кто-то из блока демократического единства? Ну, ввязались мы глубоко, должен вам сказать. Вот наши первые лица наших компаний, они часто посещают Венесуэлу, особенно сейчас, на вот на этом перепуте. Мы знаем, что наша делегация на похоронах Чавеса состояла в основном из первых лиц наших нефтедобывающих компаний, хотя возглавляла ее Валентина Ивановна Матвиенко. Там мы ведем пять больших нефтяных контрактов, вернее, проектов. Там пять огромных проектов. В основном они все сосредоточены на шельфе Ореноку, там, где вот были найдены сравнительно недавно огромнейшие запасы нефти. По разным оценкам капиталовложения в эти проекты, они колеблются от 20 до 30 миллиардов долларов. Почему такой большой разброс? Потому что разные источники называют разные цифры, но не меньше 20, это точно. Возможно, что больше 30, потому что где-то я видел цифру в 40 миллиардов долларов. То есть вот это уровень нашей вовлеченности, это мы говорим только о нефти. Плюс к этому у нас еще там есть проекты, развивались при ЧАВИСе проекты строительства атомной электростанции в Венесуэле. Плюс к этому, конечно, вооружение. Почему-то у нас считается, что наше сотрудничество с Венесуэлой, это прежде всего поставка вооружения, это не так. Наше сотрудничество с Венесуэлой, это прежде всего энергетическое сотрудничество, это сотрудничество в области машиностроения. Особенно вот в этом отличается сотрудничество Беларуси с Венесуэлой. Беларусь туда поставляет свои великолепные сельскохозяйственные машины, свои грузовики вовсю. Оружие занимает, безусловно, большую и заметную часть наших отношений, российских отношений с Венесуэлой. Ну вот по определенным оценкам, где-то в трехлетие с 2012 до 2015 Венесуэла должна была бы занять, вот по планам развития наших отношений в вооружении, Венесуэла должна была бы занять второе место после Индии в нашем экспорте вооружений и выйти где-то, перевалить за отметку 3 миллиарда долларов. Вот это тоже очень солидные деньги. Что касается прогнозов, ну если мы будем говорить о победе чавизма, а сейчас вопрос-то и так, победит, дело сейчас не в личностях, не в Николасе Мадуру, который представляет собой чавизм и наследство Чавеса, не в Энрике Каприлесе, который представляет собой, ну будем так говорить, западные идеалы, западные взгляды на развитие Венесуэлы. Дело в том, сохранится ли парадигма чавизма, или же она действительно закончится, она затормозится. То есть вот это противостояние, этот конфликт между Венесуэлой и Западом, вот. Вот в этом дело. Так вот, если побеждает Венесуэла, если побеждает чавизм, то я думаю, что нам не следует опасаться за наши контракты. Будет, безусловно, конкурентная борьба, возможно, туда еще сильнее, еще больше втянется Китай, но это будет нормальная конкурентная борьба на нормальном экономическом пространстве. В общем, вот. Ну а сделать главный прогноз, вы пока не решаетесь о том, все-таки, какие силы придут к вам. Я хочу закончить. За что нам следует опасаться в случае проигрыша? Так это не только за нефтяные наши контракты, потому что, на мой взгляд, я не экономист, но мне так представляется, что вот этот уровень в 30 миллиардов долларов, это уже такой уровень экономики, который не подвержен сиюминутной политической конъюнктуре. Я не думаю, что если придет ставленник, будем говорить, Запада, Энрике Каприлис, он тут же отменит все эти проекты. Они, безусловно, выгодны Венесуэле. Поэтому эти проекты могут пострадать, но они не будут отменены. Вот что будет пересмотрено кардинально в случае прихода Энрики Каприлиса, в случае прихода оппозиции, будет пересмотрено кардинально, безусловно, это контракты на поставку вооружений. Вот они могут уйти совсем, и нам надо опасаться за них в первую очередь. Это поле всегда принадлежало Соединенным Штатам. Традиционно латиноамериканские армии всегда вооружались американским оружием. Когда появились мы, мы отжали американцев с этого рынка. В случае прихода к власти оппозиции, они, конечно, сделают все возможное, чтобы вернуться на этот рынок. Вот это то, что касается экономического прогноза. Что касается прогноза политического, вы знаете, теперь уже нет сомнений у меня никаких в том, что выиграет линия Чавизма, в том, что победит Николас Мадуру. И не только потому, что он был избранником Чавиза, хотя и поэтому, безусловно, тоже. И это его главный электоральный ресурс. Его выбрал Чавиз. Чавиз еще при жизни назначил его своим преемником и попросил венесуэльцев голосовать за него в случае досрочных выборов. Это мощнейший электоральный ресурс Николаса Мадуру. Что касается Энрики Каприлиса, это человек, безусловно, талантливый политик, безусловно, харизматичный, энергичный, умный, с хорошим американским образованием. Если не ошибаюсь, он выпускник Колумбийского университета. Это человек, который сумел собрать под себя оппозицию венесуэльскую, которая еще два года, три года назад находилась в раздробленном состоянии, которая грызлась между собой, которая никак не могла поделить вот те осколки власти и влияние политического, которые доставались каждому из этих объединений. То есть вот он сумел создать объединенную венесуэльскую оппозицию. И на последних выборах он составил конкуренцию, причем очень достойную конкуренцию Чавесу. Он получил 44 с десятыми долями процента голосов, в то время как Чавес получил 54. То есть это был очень достойный проигрыш. По современным, по нынешним опросам общественного мнения в Венесуэле 50% принадлежит голосов. Вот если выборы проходят завтра, 50% голосов венесуэльцев это Николас Мадуру, и 36% голосов это Энрике Каприлис. Но давайте говорить откровенно, электоральная ситуация, она всегда таит сюрпризы. Именно для того, чтобы таких сюрпризов не было, мне кажется, Николас Мадуру и вообще официальный Чавизм, официальная власть решила подкрепить себя еще кое-какими методами, кое-какими мерами. Например, было приостановлено, отменено фактически действие 229-й главы Венесуэльской Конституции, которое запрещает действующему чиновнику, находящемуся на государственной должности, быть одновременно кандидатом в президенты. Как только человек регистрируется кандидатом, его полномочия, как государственного чиновника, должны быть прекращены, и гласит эта статья. По решению Верховного суда Венесуэлы, который должен трактовать, он главный трактователь Конституции, но он не вправе отменять ее статьи и не вправе приостанавливать действия статьи Конституции. Это делается только по референдуму и по решению парламента, который может принимать поправки Конституции. Так вот, по решению Верховного суда Николасу Мадуру было разрешено совмещать должность временно исполняющего обязанности президента с должностью кандидата в президенты. Понятно, что это административный ресурс, понятно, что это армейский ресурс, который Николас Мадуру не выпускает из своих рук. Я думаю, что тем не менее выборы, которые состоятся, они будут честными и будут прозрачными, хотя бы потому, что там очень много наблюдателей будет, потому что невероятно пристальное внимание к этим выборам со стороны международной общественности, потому что там все-таки сильная и объединенная оппозиция, которая действительно способна противостоять и составить серьезную конкуренцию чаризму. Насталось совсем немного времени, чтобы проверить то, что будет на выборах в Венесуэле. И последний вопрос мой такой. Скажите, пожалуйста, а вот по менталитету жителей Венесуэлы как-то напоминают наш народ? Есть у нас какие-то вот такие ментальные совпадения или нет? Ну, вы знаете, вообще, на мой взгляд, латиноамериканцы очень здорово напоминают наших людей. Именно поэтому русские всегда находят такой общий язык, быстро и хорошо находят общий язык с латиноамериканцами. Кстати сказать, именно русская эмиграция наиболее растворившаяся, что ли, в Латинской Америке. Вот немцы всегда, немецкие колонии в любой латиноамериканской стране, они всегда держатся закрытыми. И немцы остаются немцами в течение практически всех поколений. Немцы женятся на немцах, немцы держатся вместе, немцы ходят в немецкие рестораны, пьют немецкое пиво и едят немецкие колбаски. И вот это закрытое общество сохраняется в течение очень долгих лет, поколениями. Русские, наоборот, русские очень быстро ассимилируются с латиноамериканцами, потому что многие черты наших характеров похожи. Это и некая бесшабашность, и такое очень легкое отношение к жизни. Это и точно такое же легкое отношение к труду. Хотя вот это легенда о том, что лентяи, которые лежат под пальмами, и легенда о том, что лентяи, которые лежат под березами, они совпадают, как мифы. На самом деле и те, и другие умеют работать. И любят работать, когда работают на себя. Вот когда у них появляется возможность работать на себя и получать хорошую отдачу от этой работы, и те, и другие работают в загляденье просто. Но когда таких возможностей нет, они, конечно, один валяется под пальмой, другой под березой, и в этом они тоже очень похожи. А Чавес понимал эту особенность? Чавес, да, поэтому он, кстати сказать, очень часто приезжал к нам и очень любил именно нашу глубинку. Он очень часто ездил по российским регионам. Я знаю, что его верстали в казаки даже. Он пил с казацкой шашки и так далее. То есть я думаю, что он это понимал. Вообще это видно. Вот когда мы оказываемся там, или когда они оказываются здесь, вот эти общие черты, они выплывают, они становятся доминирующими, их очень видно. Спасибо, Егорич. Спасибо большое. Я за что. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok